Братья и сестры, приветствую вас. Хочу поделиться свидетельством о том, что сделал Господь в моей жизни, как Он меня нашел, как Он меня призвал к себе. Меня зовут Дима, мне 27 лет, я в городе Ровно. А сейчас я нахожусь в церкви Буча, в городе Буча, в Тахивской области. Там я служу Богу. Я расскажу вам свой путь, как я пришел к Богу. Родился я в тюрьме в Одессе на 74-й зоне. Моя мама там отбывала наказание, я там родился. И когда мне был год, бабушка приехала, забрала меня в Ровно сюда. И здесь в Ровно моим воспитанием занимались бабушка, тетя, сестра двоюродная. Не было отца у меня. В общем, те соседи, которые со мной жили на одной улице, они своим детям запрещали со мной гулять, дружить. То есть они знали, откуда меня бабушка привезла. И они не разрешали дружить со мной. И с самого детства, ну, вот это зло, оно вошло в мое сердце. Я был очень злым человеком. Вот это зло в меня вселилось. Я, как бы, всех своих соседей обыграл, с кем я на одной улице жил. Не было ни одного дома, чтобы я там не побывал. И вот это зло, оно просто разъедало меня внутри. С раннего детства так же я начал, ну, школу прогуливал. В школу не ходил, друзья у меня такие же были. То есть вел бесцельный образ жизни. Не было никакой цели у меня. Бесцельно проходили дни, годы, недели, месяца. Вот. Я начал заниматься токсикоманией, дышал клей, дома не жил. Ночевал то где-то в подвалах, то на стройках, то еще где-то. В общем, друзья такие же были у меня. Вот. И в возрасте 12 лет, когда мне было 12 лет, я первый раз попробовал наркотики. Но мне не понравилось. И я думал, больше никогда их не буду пробовать. Спустя какое-то время, неделя прошла, я опять наркотики попробовал. Потом опять попробовал. И потом уже без этого не мог. Попал в зависимость. А для этого нужны были постоянно большие деньги. Сначала я шумок, где легче всего украсть сначала, дома. Начал дома выносить. Телевизоры, холодильники, все остальное. И все пришло к тому, что у меня мама и отчим уже поставили в комнату бронированные двери. Все ценные вещи туда посносили. Вплоть до того, что даже электрочайники все повыносили. Я жил в голых стенах. И тогда я пошел на улицу. На улице начал отбирать, грабить людей. В 14 лет меня посадили в колонию для несовершеннолетних. Дали мне 2 года. Поехал я в Бережаны, в Тернопольскую область. Там было наказание. И находясь там на малолетке, я думал, ну что мне в школе не училось. Как бы я сейчас с радостью сидел бы там на уроке, в классе, учил бы уроки, и шел бы со школы домой, приходил бы. Как бы было бы хорошо дома жить. Но там было тяжело, знаете, на малолетке. И выйдя оттуда, вернулся я назад сюда домой. Прошла неделя времени, я опять дальше кололся, опять занимался вот этим всем непотребством. Нес одно горе людям, знаете. Мне опять посадили, дали мне опять с половиной лет. Это 16 лет мне было тогда. Я поехал опять на малолетку, в Мариуполь. Оттуда, когда мне исполнилось 18 лет, меня перевели в взрослую колонию во Львов. И приехавши туда, во взрослую колонию, я так себе подумал, и меня так наставляли, что ты здесь, ну, родился этот твой дом. Вот они все здесь сидят, а ты тут живешь. И я окунулся в этот весь преступный мир, знаете, я стал таким негодяем, окунулся в это все. И посвятил свою жизнь вот этому всему непотребству. И так же там продолжал употреблять наркотики, сидел в изоляторах, знаете, и вел такой опустошительный образ жизни. То есть не было никакой цели. Ну, жил как животное, существовал, знаете. Просто удовлетворял свои какие-то внутренние потребности. И не считался ни с кем, ни с чем, через все переступал. Не было ничего в моей жизни такого, как это люди говорят, ну, святого ничего не было. И знаете, постепенно начало проходить в мою жизнь такое разбитость, разбитое состояние. Мне тогда было там 20 лет, 22, 23 года. И я вот начинал переживать пустоту в своей жизни, пустоту. Сначала я этим всем зажегся, знаете, вот этой романтикой, обманчивым вот этим, иллюзиями вот этими. Сначала зажегся, а потом опустошение пришло, разбитость пришла. Бесцельный вот этот образ жизни, он меня начал разбивать. И я начал задаваться вопросом, для чего я живу? Неужели я живу для того, чтобы в этих стенах проводить свои годы, свое время вот здесь проводить? Неужели я живу для того, чтобы свободу видеть только по телевизору, в новостях? Ну, для чего я живу вообще? Я начал понимать, что своими человеческими силами я ничего изменить не могу в своей жизни. Я много раз себе говорил, что с понедельника я брошу курить, с нового года я перестану наркотики употреблять, что выйду и больше не сяду никогда, создам семью, устроюсь на работу. Вот это я себя обманывал. Я пытался своими человеческими силами какие-то перемены в свою жизнь принести. Но выходил я опять на свободу, опять месяц, два, три, я опять сижу. Опять сижу и думаю, ну что ж такое, что ж ничего не... И я понял, что в моей жизни просто проклятие. Ну, что это проклятие никто не может остановить. Я уже как-то начал опускать руки, уже как-то начал так разочаровываться, думаю, ну всю жизнь буду свою здесь проводить. И однажды, опять дали мне 4 года, поехал я в Киевскую область, в Березань отбывать наказание. И там я зашел в молитвенную комнату, там в клубе собирались верующие, приезжали верующие со свободы туда, к нашим братьям, кто в тюрьме уверовал. И там проходило богослужение, и я однажды туда пришел просто с той целью, чтобы одного человека я хотел увидеть, поговорить с ним. И чтобы мне этого человека увидеть, мне надо было там пару минут посидеть, пока у них служение идет. И я там присел на пару минут, и в этот момент Господь коснулся моего сердца. Я начал сокрушаться, плакать, начали лисы, слезы. Я выбежал из той комнаты, думаю, ну что это за состояние, нельзя себе такого позволить. Я думал, слезы это слабость, это проявление вот такой вот слабости. Я ушел на отряд к себе, там где я жил, и там находился, и у меня пропал аппетит, пропал сон, я не находил в себе покоя, я понимал, что я грешный человек, что я живу неправильно. И Бог начал с того момента тревожить мое сердце. Он начал подводить ко мне верующих людей, которые мне Слово Божие оговорят. Он начал через, ну, вразумлять меня, что мне нужно покаяние, что я должен покаяться, знаете. И я, у меня вся жизнь перевернулась. Я начал понимать, я осознавал, что я, ну, негодяй, грешный, конченый человек вообще. Несу одно горе и разрушение вокруг себя. И я тогда пришел в общину, туда, в тюрьмную общину, там где братья наши собирались. Я встал на колени, я призвал имя Иисуса Христа, пригласил его в свою жизнь, признал себя грешником, слава Господу. И Господь, он не заставил себя долго ждать. Он пришел в мою жизнь, он избавил меня от всяких зависимостей, привычек, дал мне новую природу, дал мне новое сердце, которое сегодня способно любить, миловать, сострадать, прощать. Знаете, раньше я этих качеств всех не нес. Раньше я был холодный человек, знаете, и не было никаких чувств у меня. Все это было подавлено тюрьмой, раздавлено, знаете. Сейчас Бог обновляет меня. И полтора года мне оставалось до освобождения, в момент моего принятия Иисуса Христа в свое сердце, полтора года оставалось. Я ходил, молился, Боже, вот крести меня Духом Святым. Ну, вот братья как-то молятся, вот у них сила такая есть, вот они как-то так вот, дай мне то же самое. Ну, и Господь меня красил Духом Святым, слава Богу. И администрация, глядя на нас, вот как мы там, ну, что наши слова, они расходятся с нашим образом жизни, что мы как говорим, так и поступаем, так и живем. Они подкрывали нам все двери, там, где двери раньше были закрыты для проповеди Ивана, открыли нам двери в изолятор туда, там, где люди за нарушения себя. Санчасть, карантин, там, где люди только приезжают. Мы ходили к вам, делились Божьим Словом, носили туда, там, яблочки, конфетки какие-то по возможности, литературу христианскую. И Слово Божье, оно распространялось. Мы видели много плодов, люди приходили к нам, каялись, принимали Иисуса Христа. Выходя на свободу, они ехали в реабилитационные центры, сейчас это служители уже, которые приходят туда, в колонию посещают. Я сейчас и сам езжу в колонию тоже, и, ну, для братьев это подкрепление. Они со мной были, они со мной там, и они сейчас видят, что, выйдя на свободу, я также дальше остался Богу служить, и для них это подкрепление. И вот, за полгода где-то до освобождения я молился так усиленно, просил, Боже, где ты меня видишь, в какой церкви. В какой церкви. К нам ездило шесть церквей, и я начал размышлять, Боже, ну, молиться, где ты меня видишь. И Бог так дал мне видеть свои мотивы. То есть, если я хочу туда ехать, в эту церковь, какой мотив мой, какие цели я преследую. Знаете, я начал себя пересматривать, я начал молиться, и мне легло на сердце поехать в церковь города Бучи. Церковь называется Сила Воскресения. Я видел горячая, бодрствующая церковь, такая служащая, знаете, и мне так легло на сердце туда ехать. И вот я освободился, братья меня встретили, я приехал туда на реабилитацию, побыл несколько недель на реабилитации. Потом я начал служить Богу, я сейчас там наставником служу на реабилитации. Езжу также в тюрьмы, в больницу, в турб-диспансере, знаете, и несу Божье Слово. И меня Бог вдохновляет, наполняет меня, знаете, и я радуюсь жизни сейчас. Если раньше я утром просыпался, с утра, знаете, открывал глаза, и я был разбит и разочарованный, и я не рад вообще, что я открыл глаза, я не рад был, что пришел, наступил опять этот день. Вот эти скорби, вот эти мучения, вот эти страдания, бессмысленная, бесцельная жизнь пришла опять. Вот я был не рад. Сейчас я просыпаюсь, я сразу благодарю Бога, я радуюсь. Я, знаете, благодарен, что сегодня могу идти по этому городу, по городу ровно. И раньше я оббирал, грабил людей, здесь ходил, когда наркоманом был. А сейчас я иду, я подхожу к людям, я не стесняюсь говорить Божье Слово. Где-то, может, у меня что-то не получается, красноречия какого-то нет. Но в простоте я иду, я подхожу, я делюсь, я вижу, люди принимают. Я благодарен. И меня наливает такая радость наполняет, что раньше я никакими наркотиками не испытывал такой радости, такого всего, как сейчас от проповеди Евангелия. Слава Богу. Я благодарен также, я знаю, что и вы молитесь за тех людей, которые в вузах находятся, которые в скорбях различных находятся, вот в разных таких жизненных обстоятельствах, что вы молитесь, чтобы грешники каялись. И ваши молитвы, они не тщетны. Вы очень великий труд делаете, знаете, и Бог с вами, с нами, и Он нас всех благословляет. И прошу, чтобы за меня помолились, чтобы Господь меня укрепил. Аминь.